воспоминания о последнем оптинском старце чудотворцы нектарии прото и рей сергий сидоров отец нектарий когда я впервые беседовал со старцем анатолием он спросил меня был ли я у отца нектария я ответил что отца нектария не был батюшка сказал мне как же живешь в оптиной пустыне а у старца не был пойди к нему сегодня же он великий старец такой же как батюшка отец амбросий был отец нектарий жил в скиту направо от святых врат в келии старца амбросия обстановка же келии старца амбросия была у старца феодосия я пришел к нему часа в два дня тот час после трапезы солнце ярко играло на белых стенах келии первые весенние малые капли падали с крыши и дробились бриллиантами брызг на ступенях крутой лестнице я постучал дверь и сотворил молитву скиту никого не было воробьиные веселые крики звонко раздавали среди сугробов и на березе на стук послышали шаги медленные шаркающие и дверь открылась на пороге келии стоял старец с белыми красивыми прядями волос с бородой редкой желтизной с большими серыми глазами это был отец нектарий я попросил его благословения сказал что послан к нему отцом анатолием старец благословил меня и с улыбкой веселой сказал ну вот и хорошо что к батюшке анатолию попал в руководство некоторые меня ищут как старца я как вам сказать все равно что пирожок без начинки ну а батюшка отец анатолий все равно как пирожок с начинкой сказал это он благословил меня трижды и удалился в келью а поздно вечером я гулял по монастырскому кладбищу зажигались лампады у могил светился морозом белый снег на небе горели звезды от вечерней зари зажигались кресты колоколин оптинских храмов играли куранты часов на башне издали доходили шумы железной дороги и разбивались в тишине вечернего покоя в часовне отца анатолия слышалось пение когда я и мария подошли к часовне на встречу нам вышли старцы отец анатолий отец нектарий у отца нектария небольшой требник мы ясно различили светлый взгляд отца нектария его улыбку батюшка отец анатолий что-то быстро говорил ему поминутно крестясь и кланяясь могилам мы не посмели подойти к старцам и поспешно перешли на другую тропинку на следующий день 8 декабря я был у отца нектария был я один хотя целая компания знакомых возглавляемая благодетельницей оптиной пустыни некой н решилась посетить его я опоздал к этому совместному визиту задержанный отцом анатолия мне говорили что когда пришли к старцу н стала читать ему свою хвалебную оду а он ей стал потом читать державина стихотворение бог по прочтении которого отпустил посетителей я нашел двери кили отпертой и прошел прямо в кабинет старца это была небольшая комната полностью увешана иконами на стене висел портрет митрополита филарета московского и какие-то фотографии неизвестных мне духовных лиц старца не было в кабинете но он скоро вышел из соседней комнаты старец был одет в серый подрясник подпоясанный голубым шнурком он узнал меня и ласково благословил я не имел намерения утруждать старца беседой так как находился под руководством отца анатолия и не имел нужды обращаться к мужам духовно опытным за руководством не смел беспокоить их разговорами об обыденных житейских обстоятельствах но когда я получил благословение хотел удалиться отец нектарии удержал меня вы не потрудитесь ли почитать мне сказал он подавая мне книгу это были стихотворения пушкина я открыл маленький томик суворенского издания и стал читать когда для смертного умолкнет шумный день потом старец поблагодарил меня и сказал многие говорят что не надо читать стихов а вот батюшка анвроси любил стихи особенно басни крылова я полагаю что читать стихи не только можно но и должно а вот теперь помолимся и он стал перед образом царицы небесной на колени и велел мне стать рядом с ним стал читать акафист владычицы и была тишина но не жуткая тишина звучащая шорохами и вздохами а мирная светлая точно сотканная из золотистых нитей вечного блаженного покоя осенью 1917 года я был в оптиной пустыне причащался в день своих именин 25 сентября старого стиля в монастыре причастниками читали правило часа в два-три ночи в коридоре гостиницы ходили послушники извиня в колокольчик пели божие время помолитесь господи иисусе христе сыне божий помилуй нас быстро выходишь и погружаешься предрассветный холод в одном из соборов светится окно слабым оранжевым светом там читает правило очередной послушник и тьма пустынного храма повторяет звучный голос после спешишь к ранней обедни в скид помню были закрыты ворота на скидскую дорожку и пришлось обходить все монастырское кладбище пока наконец по тропинке в конце южной стены я вышел за ограду кругом тьма горят голубые огни светляков я шел по кочкам спотыкался на хворост под ногами шуршала листва казалось не будет конца пути и было тревожно что я заблудился и вдруг на горизонте вспыхнул лес золотом и пурпуром появились какие-то главы церквей мерно серебряным звоном ударяли колокола а звон гулки и ясный дрожал порывах свежего ветра я очутился у скидской стены с противоположной стороны входа в скид когда я вошел скид зажглась деница над деревянной церковью и огни появились в окнах келий к моему удивлению я пришел первым колокол призывно звонил медленно крестясь не спеша прошел сторож и открыл церковь я сел на скамью против цветника скрипнула долгим скрипом дверь келии отца нектария это келия была против скамейки я увидел старца он был в белом подряснике сам осененный лазурью рассвета казался мне светлым светлым он остановился на крыльце и поднял руку кверху и вдруг стая белых голубей стала кружить у его головы и садиться к нему на плечи и слетать его ногам чтобы вновь подняться исчезнуть в розовой мгле раннего утра звон колокола гулка звал к молитве я был у отца нектария 30 сентября после поздней обедни меня упустил келейник народа у него не было я вошел и тот час веселый появился старец он дал мне книгу сказание о земной жизни при святой богородице а сам удалился я положил книгу на аналой перед большим ликом богоматери стал читать проходили часы старца не было я прочел почти всю книгу лучи осеннего солнца стали гореть тревожным светом сумерек давно кончился после обеденный отдых я провел приемные один четыре часа старец вошел и незаметно ласково обнял меня и позвал к себе есть рыбу и пить компот из свежих груш и яблок и пока я ел он говорил со мной он говорил чтобы я не придавал значения дурным приметам так как приметы есть предчувствие хотя иногда и правильные будущих событий если перед этим событиями не попросить бога чтобы он избавил нас от беса поэтому всегда во время предчувствий горе надо молиться богу старец также заповедовал мне обязательно прочитывать все правила перед святым причастием особенно сказал он если вы собираетесь быть священником при этом батюшка рассказал мне такой случай старцу явился после смерти один оптинский яромонах его имя я не запомнил и сказал что он избавлен от матарств так как всегда совершал литургию в мире со всеми и подготовляясь к ней вычитывал все положенные правила но главное правило это любовь и мир говорил старец вот и вы запомните завет батюшки отца моисея великого основателя нашей обители люби всех и не смей быть во вражде когда готовишься приступить к святому таинству а то причастишься как иуда отец нектарий заповедовал мне также не очень прилипляться к земным предметам говоря что каждая ложка не то что золотая но деревянная может принести беду любить будешь и будешь тревожиться духом если она пропадет а если от такой малости в душу войдет раздражение а с раздражением грех а с грехом демон то чего доброго ждать закончил старец я провел у старца в беседе около часа последний раз я видел отца нектария на покров после ранней обедни в скиту две церкви одна деревянная построенная отцом моисеем путиловым другая каменная на службе я был в каменной а оттуда мне хотелось пойти проститься с батюшкой отцом нектарием к нему в келью в конце литургии мне сказали что батюшка в деревянной церкви меня зовет я тот час пошел туда и застал его благословляющего народ посреди храма он был в черной теплой ряси с клобуком он благословил меня и сказал что ему хотелось повидать меня и он велел отыскать я еду сегодня из оптиной пустыни благословите сказал я вот хорошо вот от этого я так именно сегодня хотел увидеть вас приезжайте опять к нам думаю на рождество приехать ответил я да если на рождество не приедете не увидимся с вами сказал старец и дав мне на прощание просфору быстро пошел к выходу из воспоминаний монахини белевского монастыря наталья зимой в 1915 году приезжал в петроград на закладку шамардинского подворья батюшка анатолий мы были у него на исповеди и у себя на дому принимал принимали старца от знакомых получили книгу тихие приюты и из нее узнали о старцах оптиной пустыни и об отце герасиме по описанию особенно тянула к батюшке нектарию и я записала его в свое упоминание летом того же года наконец исполнилось мое желание мы поехали в оптину с мамой и сестрой звал нас батюшка анатолий но я стремилась уже больше к отцу нектарию и хотела чтобы он указал мне в какой монастырь поступить желание оставить мир у меня уже было а сестра напротив боялась этого и все оттягивало нашу поездку помню хибарки были полны и нас несколько дней все не принимали указывая просить келейника при первой же встрече батюшка благодарил меня за молитвы мы были с мамой и всех троих он принял нас сразу причем взял нас за руки меня и сестру вел нас сам и подвел к образу святой троицы в углу его кельи наверху был этот образ и сказал я вас принимаю как авраам святую троицу называя нас ангелами его голос его ласковое обращение и слова эти так меня смутили что не помню остальных его слов от волнения и у меня полились ручьи слез от умиления покаяния и радости что я вижу святого старца вижу ангела на земле после батюшка поговорив дал сестре читать а мне листок об иакими и а по прочтении благословил взять на память так как я знала что батюшка ничего просто не делает то раздумывала почему о них всем хорошо известна история рождения матери божией и вот через два года когда я снова была осенью батюшки он послал меня с белевской монахиней погостить в белевский монастырь говоря я тебя не просто а трижды благословляю и все крестил не спрашивал уже согласна ли моя мама и сам назначил день отъезда нашего на 9 сентября мы приобщились 8 рождество богородицы а вечером когда я услышала канон святым богоотцам я вспомнила о листке и поняла что они мои покровители как они вели меня белевскую обитель тут же скажу и о кончине батюшки мне очень хотелось быть при его погребение и я всегда боялась что могу не узнать опоздать и просила его духом вызвать меня и вот и это он мне как бы предуказал за шесть-семь лет в москве я уже пять лет живу приезжая из белева я всегда по несколько дней жила в оптиной а когда и по нескольку недель и однажды батюшка дал мне письменную работу переписать из книги иоанна златоуста истолкование на евангелие от иоанна из беседы иисуса христа с самарянкой отметил крестиками откуда начать и где окончить то были слова настанет время когда истинные поклонники будут поклоняться не на горе сей а в духе истине прошло столько лет я иногда вспоминала о том эту зиму я стремилась все время к батюшке но предупреждали меня что он слаб не допускают слышала что батюшка все слабее ты очень беспокоилась а в одно из воскресений собралась село коломенское в храме у матери божией встретилась неожиданно со одной знакомой монахиней которая поведала мне что батюшка совсем ослаб никого не принимает и не отвечает уже встревожившись сначала узнавать отчата его здоровье ездила ежедневно на моросейку и в воскресенье в неделю о самарянке услышав евангельское чтение вспомнила вдруг что батюшка давал мне переписывать кольнула в сердце жив ли сегодня и вот в тот же день отъезжая к нему на вокзале узнала что он скончался описывать все случаи прозорливости батюшки было бы очень много чувствовалось что он все знал вперед и слышал мысли отвечал на мысли на первой же беседе когда принял нас сестрой вдвоем батюшка уговаривал сестру идти в монастырь я хотела она боялась она меня как бы мало обращал внимание ксенечка говорил он я тебя прошу я тебя умоляю иди в монастырь согласно обещаешь выбирай шамардино или белевский собирался сам переговорить с мамой она была не согласна отпускать нас причем держал руки сестры крестообразно в своих руках правую в своей правой а левую в левой на меня же когда уговаривал сестру не обращал внимание так как я за благословением и указанием и ехала и любя сестру не желала с ней разлучаться то когда вышел батюшка я просила ее сказать ему чтобы и меня с ней благословил не разлучаться а он принеся нам по карамельки очень вкусные тягучки сказал мне успеем и так и было я от него не ушла а сестру он спешил устроить проведя ее конь проведя ее кончину как после мне и сказал мама не согласилась расплакалась обиделась на нас и даже батюшка не мог ее уговорить отпустить нас тогда же а говорил ей много месяцев через восемь или девять сестра заболела очень страдала и через полгода скончалась два последних месяца мы ее ежедневно приобщали и по соборовали а батюшка утешал ее письмах рассказывал и после еще много о ней о том что как погрешают родители не отпуская детей монастырь пожалели не отдали богу господь сам взял говорил батюшка а меня после утешал говоря что сестра в блаженстве со старцами и видел ее во сне у белой мантии и белой камилавки помню мы приехали всей семьей батюшки вошли все сразу родители старший брат племянник и я отец стал жаловаться на меня обидно было очень а возражать оправдываться нельзя было отец был недоволен к тому же что я распорядилась деньгами помню батюшка строго сказал мне что не следует быть выскочкой надо довольствоваться тем сколько и где жертвует отец при том сказал что и давая деньги можно иной раз не пользу а вред сделать и что на все надо рассуждение иметь мама иногда роптала на отца из-за его расчетливости она любила помогать и приходилось делать это тайна от него и она в расчете на помощь в этом отношении от батюшки прося его после повлиять на отца как бы ошиблась батюшка при этом стал говорить что скупость не глупость и приводил примеры не помню мы от неожиданности растерялись недоумевали на батюшку высказали это ему после а он как бы ничего не зная сказал смеясь а я не знал не понял на то было непросто но понять батюшку иногда было очень трудно он часто и вовсе отказывался от своих слов заставляя меня в то же время поступать так как он этого хотел батюшка часто трогал своей как бы материнской заботливостью так мы приезжали с другой сестрой зимой когда в гостинице было уже очень плохо жили с масленицей до шестой недели и батюшка сам позаботился о нас дал нам свое одеяло подушку то смыть голову все предусмотрел зимой мало бывало приезжих и батюшка нас принимал часто и закормил сладостями шепчет бывало подождать после общего благословения и надает нам каждой то финики то пряники то булочек но и досталось нам пряников дома когда вернулись петроград скорби гостинцами называют старцы в год заболевания и смерти сестры батюшка неожиданно подарил старшей сестре ящичек коробочку резной работы гроб и чаю пакетик носовой платок слезы и пряников чтобы всем раздать за год до голода раздавал всем по пять пряников мятных память насыщение пятью хлебами пяти тысяч батюшка меня к суровой жизни приучал монастырь в который я поступила был не очень хороший все свое было у сестер помню мне трудно было печь хлеб месить тесто и дров больше требовалось и мне казалось проще блины печь но батюшка не позволил суровое было время однажды спросила о скоромном масле считая это для себя роскошу после но в голодовку хотела себя подкрепить но батюшка сказал с натяжкой для здоровья это полезно но можешь однажды я подумала неужели батюшка не сочувствует мне не знает как мне тяжелы условия белевской жизни после петрограда и батюшка вдруг сам стал спрашивать детально как я живу как питаюсь учил как картофель крестьянам давать на посев чтобы получить от них половину учил как масло постное на соль менять спрашивал тяжело ли мне воду из под крутой горы носить осенью и весною учил употреблять дождевую воду и снеговую так как к реке не подступить бывало спрашивал сколько весит ведро будет ли 20 фунтов в нем я с трудом себе одно ведро носила после привыкла окрепли мускулы потерпи все это бога ради и меня утешал что доволен тем что я убили обе живу говорил потом а ведь ты ни разу не попросилась у меня в петроград я любила слушать батюшку когда он рассказывал что-нибудь иногда притчами его наставления или жития святых преподобных жен указывая на некоторые из них и говоря читай и подражай а молитве говорил молись и сама молитва всему научит он был делатель молитвы иисусовой любил говорить о ней повторяя это тебе моя заповедь всегда везде при всяком деле говорить господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную когда же я говорил о батюшке что только его молитвами надеюсь спастись батюшка сразу делался очень серьезным и с ударением по смирению говорил молитвами святых отец наши господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную мне очень хотелось иметь от батюшки четки просила о том но он все оттягивал потом когда мне владыка благословил сам свои четки батюшка мне сказал у тебя есть а ты епископа а ты у меня просишь но мне хотелось иметь от него для праздника приобщения обещаю но пока нет у меня потом однажды сказал привезти ему обещал в обмен но я двое привезла батюшка был очень доволен обещал дать а при отъезде опять сказал помолись подольше тогда дам таким образом думаю он хотел отучить меня от пристрастия приезжая уже из москвы просила опять и батюшка опять обещал постригу очень твердо но я не напомнила и не получила он мало принимал в скиту за день два-три человека и очень редко кого соборовал нам сестрой позавидовали что батюшка нас сам пособоровал и в тот день никого больше не принимал он был как ангел белом облачение с розовой отделкой и очень напоминал мне батюшку амбросия он был слаб и иногда даже садился отдохнуть